Добрый вечер, дамы и господа. Реальное время на волнах Финам-ФМ. У микрофона Юрия Пронько. Сегодняшняя тема программы «Реальный план или предвыборный популизм?» Послесловие к посланию президента. Я представляю вам наших сегодняшних гостей. Это заместитель председателя Государственной Думы России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Светлана Журова. Светлана Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Это депутат Государственной Думы России, член президиума ЦК КПРФ Валентин Степанович Романов. Валентин Степанович, добрый вечер. Добрый вечер. И это депутат Государственной Думы России, руководитель аппарата партии «Справедливая Россия» Олег Михеев. Олег Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я предлагаю все-таки начать, слава, с вас, потому что вы единственная дама в нашей мужской компании. Давайте, я не буду делать, что мы с вами вчера не обсудили президентское послание, в общем-то, и нашли общее понимание. Я просто человек честный, да, и чтобы и публика, и все гости это понимали. Но стоило ли так действительно, слава, делает акцент на будущих поколениях? Стоило ли из часа 15 полчаса, да? Потому что коллеги уже подсчитали. Математики-журналисты, есть такая профессия, да, математик-журналист. Они уже вычислили, сколько секунд, минут он уделял той или иной теме. И вот будущим поколениям он делил полчаса. Стоило ли? Ну, во-первых, считали всегда, каждое послание считалось, сколько раз упоминали слово экономика, сколько раз упоминали слово образование. И потом обижались, почему той или иной отрасли было уделено меньше внимания президентского в послании. Если говорить про детскую тему, то, с одной стороны, те предположения, которые были высказаны, что президент выбрал детскую тему для того, чтобы повлиять на избирательниц, потому что понятно, что на выборы в основном ходят женщины, и для них небезразлична судьба их детей, судьба их семей. И эта тема и была ключевой в том послании, которое мы услышали вчера. Не принижайте наше значение отцовское. Мы тоже к этой теме очень трепетно относимся. Как считается, что если повлиять на умы женщин, то тогда в твоих руках достаточно серьезный процент на выборах, если ты на эти выборы идешь. Поэтому, вот если с этой точки зрения, что эксперты, я слышала, говорили, ну, наверное, правильно расценивать это и таким образом. Но в то же время мы понимаем катастрофу, которая нам действительно грозит в связи с демографической ямой, проблемами. И если вот тот призыв, который президент дал, клич насчет третьего ребенка, если этого не сделать, то, наверное, конечно, у нас могут быть очень серьезные сложности. И я буквально была еще недавно на передаче по миграционной политике. И хочу сказать, что эксперты, которые тоже там высказывали свои предположения, могу сказать, что правда. Это ведь мы же не можем всех мигрантов пустить в нашу страну, чтобы они работали в России. Поэтому, если мы не решим свои внутренние проблемы демографические, то это будет катастрофа. Катастрофа будет, конечно, не сегодня и не завтра. Она будет там 20-30 лет. А как раз про это поколение и говорил Дмитрий Анатольевич вчера. Также ведь мы должны понимать, что тема детства и 26 миллионов детей и подростков, про которые было сказано, это ведь большая часть и экономического роста. То есть если рассчитывать то, что это внимание к детству и к семье будет совершенно другое государство, соответственно, будет развиваться экономика по-другому. Это и образование, и здравоохранение о том, что говорилось в послании. Кстати, я могу сказать, что в прошлом году я помню многодетные семьи, которые, у нас очень много общественных организаций, которые очень расстроились, что президент даже слова не сказал. Не то, что как сейчас, полчаса, а что вот он одного слова не сказал про многодетные семьи и то, что нужна им поддержка. Валентин Степанович, а у вас разочарования нет? Первое. Когда выступает президент России, в руках его колоссальной концентрации власти, человек, чье мнение, чья точка зрения может многое менять в законодательстве, в системе политического устройства, да мало ли в чем. Поэтому внимание к такого рода документам высочайшее. Второе. Ну, я по образованию инженер, я сторонник как бы последовательности некой. Год назад весьма сильно прозвучала идея модернизации. Признаюсь, ожидал, что с первых слов будет дан анализ, что за год сделано, что изменилось или что должно быть дополнительно сделано. Был в начале у вас вопрос, имеют ли значение выборы к такого рода посланию. Не скрывая своей точки зрения, считаю, что весьма сильно влияет приближение двух федеральных компаний, в том числе и президентской. Это неизбежно. Теперь по сути... А вы услышали предборную составляющую в послании Дмитрия Медведева? Да, я думаю, что масса позиций была изложена с учетом настроений больших масс избирателей, их социального статуса, их ожиданий. Это несомненно. Что позитивно? Позитивно, то с точки зрения Компартии, что многие вещи, о которых мы настойчивы, где 15 лет, где 8 лет, долбили, говорили, напоминали, кое-что сдвигается. Ну, например, в политической сфере, наконец, прозвучала четкая мысль, которая, наверное, не очень понравится Единой России, что на уровне муниципальных выборов должен применяться принцип или, как говорят, списочного представительства или смешанная система. Это позитив. Мы много лет говорим о том, что производство у нас в забитом состоянии, надо его вытаскивать, надо энергично развивать промышленное производство на современных технологических основах. Ну вот, допустим, налоги душат или не душат товаропроизводителя. Прозвучало, что малому и среднему бизнесу на 2 года дается отсрочка. Но заметим, какая конструкция. Сначала эти налоги, угрожающие, подскакивают 34, потом вчера звучит, что они будут пониже 26. Кто-то должен облегченно вздыхать. На самом деле, механизм налоговый сегодня плохо помогает модернизации страны. Ну и, чтобы взапев сказать, наша точка зрения такая. У России много вызовов геополитических, экономических, социальных, всяких. Если крупно, проблема национальной безопасности – это тысячелетняя проблема, висящая над нашей страной. Олег Теонидович, Ваш взгляд. Не разочарованы были вчерашним посланием президентам? В общем, не разочарован. Подчеркну или присоединюсь к тому, что действительно президент большую часть времени посвятил основной проблеме – проблеме детства, проблеме семьи, проблемам, которые связаны с педофилией. И здесь соглашусь с тем, что это, скорее всего, правильно, потому что год предвыборный. И здесь необходимо все-таки расставить точки над «и» и показать. То есть вы хотите сказать, что Медведев стартовал? Я буду говорить, наверное, все-таки «Думская предвыборная кампания». И здесь расстановка сил, чтобы понять, кто, чем, как занимается. И программы, которые, и проекты, которые будут продвигаться в следующем году, они должны быть все-таки больше так социально направлены. Ну, не ходите от ответа. Все-таки, по вашему мнению, президент уже заявку подал на президентский выбор? Я не готов сказать, что он подал заявку на выборы, но сегодня уже работа ведется. И если проанализировать то, что было в прошлом году, в позапрошлом году, когда принимались антинародные законы, законы, которые неинтересны были для большей части населения, и сегодня у вас просвучала такая интересная мысль, с которой я не согласен говорить. В вашей программе вы воспринимаете Думу как коллегиальный орган. А разве это не так? Конечно, не так. Вы знаете, я не готов говорить о том, что если принимался, когда принимался закон, или поддержали мы банки, банковский кризис, ведь у нас была своя точка зрения, мы ее озвучили, и мы голосовали против партии «Справедливая Россия», как раз говоря о том, что мы готовы поддержать данный законопроект, но давайте мы сразу же банкам поручим, пропишем, как они будут поддерживать бизнес, как пойдут куда ресурсы, ну, целую программу разработать. Ну, так как продвигается закон, говорят, надо срочно, потому что вот-вот банки рухнут, давайте сегодня проголосуем, а завтра займемся всем остальным. К сожалению, вот это завтра, оно не наступило. И это не единственный случай. Почему не шумели? Здравствуйте. Вы, наверное, невнимательно следите то, что происходит. Этот закон... Но мне очень сложно следить, судя по государственным каналам, которые... Мы поднимаем этот вопрос, и с многими вещами мы не согласны, так же, как мы не согласны к тем дополнениям, которые принимались к закону о банкротстве, допустим, где сегодня практически, можно сказать, вся страна увязана термином «лицо контролирующего должника», и сегодня, может, любой человек даже не понимает того, что кто-то из его родственников получил как кредит, нести ответственность солидарно с ним. То есть много вещей, с которыми мы не согласны. И поэтому я бы разделил и сказал, что мы... Я понимаю, что принято решение большинством голосов, и такое решение есть, но в любом случае мы от них дистанцируемся. Так же, как и сегодня, принимаются какие-то законы, которые мы совместно принимаем. И здесь мы говорим, да, действительно было единогласно принято решение, и мы поддерживаем, и мы считаем, что эта позиция, решение было единогласно, и мы ее поддерживаем.